Ну, сейчас я надеюсь, что будет чуть-чуть более содержательный разговор, чем то, что я вам сумбурно рассказывал в предыдущие полтора часа. Давайте так, любые вопросы, они могут касаться длинных текстов, может быть, давайте начнем с того, что вам интересно конкретно о длинных текстах, о текстах, а потом можем за жизнь и так далее. У кого-то... Да, поднимайте руку, если у вас есть вопрос. Если у вас нет вопросов, ну, тогда пойдем пообедать. Алексей, вы сказали про Лесю Сашенко, как в салатном потрате кокеина. А можно ли что-то там, потому что у меня не нравится? Это у вас, у вас хватит? Ну, это... Ну, сейчас история в том, что вы не найдете этот текст. Ну, Олеся, она была продюсером на... Она продюсировала фильм BBC, который снимали вообще про наркотрафик в СНГ, да? И она параллельно... Ну, мы знали, что она тебе будет заниматься, и мы попросили ее для нас конкретно поговорить с этими спикерами про Украину. Сейчас она, если я не ошибаюсь, переехала жить в Швейцарию. Я не знаю... А в чем вопрос? Где найти текст? В каком-то из номеров журнала Esquire. Наша проблема, как раз, в том, что у нас, ну, из-за того, что были проблемы внутри компании, в смысле международной, в смысле голландской, в Санэмо, мы никогда не могли запустить сайт, хотя собирались это делать там с первых же дней. Поэтому у нас нет никакого электронного архива, нет ничего. А там, где-то, что вы занимаетесь? Нет, эта штука, это вообще был просто промо-сайт. Мне пришло в голову, что вот у нас мы год работали, что мы можем выложить туда тексты, которые нам нравятся. Там тоже странная подборка, потому что не на все у нас были права, например, на фотографии, на тексты. Короче говоря, это тоже странный сайт. Я вспомнил, где текст Ореси Савченко про наркотрафик, про кокаиновый трафик. Это был номер с Роберта Контейнира на обложке. Я не знаю, вам это поможет. Я колись бачил, что бюджет в однией якесной истории в National Geographic, это что-то 40 тысяч долларов, или что-то так. Можно хотя бы приблизительно порядок, каким есть, сколько грошей идет на качественный, долгий материал в Esquire? У нас и там. Я вообще не скажу, сколько стоит это в американском Esquire, но... А у нас? Ну, скажем так, по меркам рынка у нас были неплохие гонорары, да, но это все равно исчисляется там четырехзначным числом, да, ну, четырехзначной суммой. Вот. То, что мы могли себе позволить, разумеется, мы всегда оплачивали там дорогу, проживание, какие-то расходы, да, но это в итоге все равно... Это была история не про деньги. Мы с фотографами так работали, да, то есть они снимали для нас что-то такое удивительно чудесное за небольшую сумму, потом это добавляли в свое портфолио, и потом на коммерческих съемках зарабатывали. Конечно, журналистами так не пройдет. Ну, это была история о том, что, наверное, люди просто хотели опубликоваться с одной стороны в Esquire, то есть это все равно работала магия бренда, да, и больше, наверное, никакой пользы они от нас не получали. Ну, вот так. Ну, это просто гонорары, которые вы можете заплатить, они диктуются рынком, да, они диктуются объемом рекламного рынка в том числе. Учитывая, что ни одно издание в стране не зарабатывает с распространения, да, ну, наверное, газеты, наверное, какие-то определенные газеты, да, за счет того, что, даже, наверное, за счет подписки они зарабатывают. Вот, там, если у них большое количество подписчиков. Но когда мы говорим про журналы, это все рекламные деньги. А так как рекламный день, рынок очень небольшой, и, скажем, рекламодателей в условно-глянцевом журнале, которым был журнал Esquire в Украине, таких рекламодателей 15-16, да, а с кризисом, войной и так далее, они все заморозили свои бюджеты, ну, в общем, в тот момент, когда у нас будет расти экономика, если она будет расти, тогда, наверное, будут увеличиваться гонорары. Просто все зависит от того, сколько вы можете заработать, столько вы можете потратить. А, например, да, не знаю, кому это надо вообще информация, но если в журнале Esquire американском одна полоса стоит 200 тысяч долларов рекламная, то можно себе представить, да, что они могут потратить. Ну, а что стосуется фотографии? Тобто оплата ихними праці співмирно за оплату праці журналистів, які пишут тексты? Да, приблизительно, ну, приблизительно это, ну, это похожие деньги, да, да. Ну, вот конкретно там с Олесям, вот эта история про взятие Мариуполя, да, про батальон Азов, он же еще чего, ну, проклинал нас, говорю, да я за ваши эти копейки тут, значит, под пулями, да будьте вы проклятые. А потом он получил пенораз, сказал, у вас, слушайте, а, неплохие деньги, нормальные. Ваше руки. Да, пожалуйста. Будь ласка, в микрофон, бо пишется текст. О, Боже, пишется звук. Подождите, это еще и пишется? О, Господи. Я надеялся, что это все забудут, но в завтрашнем день нет. У меня вопрос о материале из первого выпуска журнала Esquire, украинского Христа Рады, про выкрадение картины из Одесского музея. И просто хотела попросить вас пояснить концепцию. С одного боку, вы нам сказали, что лучше забирать я из текста и отморваться от первой особи. И это как раз на феноменальнейшем на моем тексте журнала Esquire, выбирая форму розповедей от первой особи. А, я понял, извините, слушайте, я, наверное, сумбурно рассказывал. Я имел в виду, когда мы не говорим от первого лица, это не первое лицо, первое лицо это не журналист. То есть не журналист, а я пошел туда-то, я сделал то-то. Конкретно, ну, сейчас, чтобы вы понимали контекст, да, конкретно с материалом Христа Ради, это история про то, как украли картины Караваджо «Взятие Христа под стражу» из Одесского музея. И затем наши спецслужбы пытались получить ее обратно, внедрив человека, хорошо выглядящего и имеющего, короче говоря, человека со связями, который хорошо выглядел и который разбирался слегка в живописи, вот в этот вот такой бахпольный арт-мир. Ну, условно говоря, он встречался с определенными людьми и говорил, что он хотел бы купить эту картину Караваджо. Да, то есть, и таким образом они пытались выйти, собственно, на похитителей. Наш редактор Глеб встретился с этим мужчиной, долго с ним разговаривал, он рассказал такую историю, что он себя представлял Джеймсом Бондом, ну, действительно похожая история, потому что у него там были, у него были какие-то ненастоящие подружки, ну, в смысле, girlfriends, да, ему его селили в дорогих отелях, и он действительно пытался вернуть эту картину обратно. Так вот, да, этот текст написан на первого лица, но я имел в виду, что это первое лицо, первым лицом не может быть журналист. Ну, мне кажется, это вот, скажем, мое субъективное мнение, да, но все-таки, если вы рассказываете чью-то историю, если это не только ваши впечатления, то это лучше, если журналиста там нет. Скажем, Трумана Капоте в книге «Инкол 2» Трумана Капоте нет вообще. То есть, разумеется, что все, что он пишет, это его оценки, это его осуждения, да, но нигде не звучит ярко. То есть, такое впечатление, что вы просто читаете реконструкцию событий, да. Так что, нет-нет, это не история про то, что нельзя, чтобы от первого лица был написан текст. Мне кажется, что лучше, если это первое лицо, ну, журналист не пишет от первого лица от своего. У меня есть вопрос. Я вот хотела уточнить по поводу Кромпляса и вот его материала. Не кажется ли вам, что это немного нечестно перед читателем с той точки зрения, что он уже как бы не журналист, да, он уже является, ну, он пребывает на одной из сторон конфликта. Вот, и каким образом вы подбираете себе автору, и вот как вы это преподносите, преподносили в своем издании? Ну, да, мы уже не выбираем никаких авторов журнала «Исклар» больше нет. Конкретно с Олесем. Вы же все понимаете, что для того, чтобы написать текст, вы совершенно не обязательно должны быть журналистом. И он совсем не журналист, он фотограф, и он никогда не писал текстов раньше, это видно. И он свидетель событий. Но как раз для того, чтобы достичь некой журналистской объективности, а это тоже важно, ну, не то что даже объективности, а в смысле придерживаться определенных журналистских стандартов, мы как раз и убирали все его эмоции, мы как раз и убирали все его оценочные суждения, которые, скажем так, склоняли читателя на какую-то из сторон. Да, то есть мы пытались рассказать, там достаточно просто описать то, что происходило, чтобы читатель принял какую-то из сторон. Но мы убирали все оттуда сильные эмоции, все его сильные какие-то эпитеты. И, ну, а автор мне сказал, да, мы подбирали, нам было важно, чтобы это были люди с суперспособностями. То есть мы хотели получать хороший текст, и, соответственно, мы искали людей, которые какой угодно, там, сколько угодно узкой темой владеют лучше всех. Вот такая у нас была задача. Возможно, иногда мы с ней справлялись. Ну, а я бы вам прислал текст про взяття Дебальцева, який суперчувак, який служит в батальоне Восток, чи, там, не знаю, Сомалии и так далее. Вы бы взяли его, или нет? Я не знаю. Я бы посмотрел на текст. Ну да, слушайте, вы правы, да. Мы, конечно, все равно занимали какие-то проукраинские позиции. Вот мы сейчас обсуждаем о том же Громадском. Там есть, сейчас, минутка саморекламы. Там есть по субботам с Катей Сергоцковой мы делаем программу Громадское на русском. И вот мы обсуждали, да, там, может быть, нам стоит поменять концепцию, как нам приглашать гостей. Просто потому, что мы понимаем, что в итоге мы все равно приглашаем людей, скажем, с близкой нам гражданской позицией. То есть там не приходят люди, которые говорят, что «Та давить, блядь, этих, там, этих хохлов». Ну то есть вот этих мы не приглашаем, хотя, возможно, я не знаю, стоит ли им давать слово, да. И у нас нет однозначного ответа, ну, скажем прямо. Поэтому, наверное, если бы нам предложил человек из батальона «Восток», возможно, мы бы взяли этот текст. Возможно, мы бы сильно его редактировали. Возможно, этот автор больше никогда бы для нас не писал, но такого предложения нам никогда не поступало. Сейчас, кстати, в «Коммерсанте» вышел же хороший текст про солдатов, которые как раздеваются. Да, у кого-то был вопрос. Да, у меня был вопрос, как вы вообще относитесь к тому, что интервью нужно давать на вычетку, и как часто вы это обходили в «Эсквар», потому что, когда вы говорили о «Личко», ну, стало понятно, что вы это уже обошли. Да, это ужасная штука. Все, конечно же, все на свете интервьюируемые хотят казаться лучше, умнее, чем они есть на самом деле. И более того, они все боятся говорить какие-то резкие вещи. Никто ни с кем не хочет ссориться, это страшный, страшный пич политкорректности, который захватил вообще все медийное пространство. У нас был уговор, что... Ну, это давно уже, я сам для себя такое придумал, и, в принципе, во всех изданиях, в которых я работал, это было нормально, да, мы правим фактоватические ошибки. Если мы написали, что у вас две головы, а она у вас одна, да, конечно, мы вычеркнем две головы. Но, если вы уже это сказали, вы это сказали. Мы можем это сформулировать просто более грамотно, да, потому что тоже, вот, если вы сейчас расшифруете то, что я вам говорил два часа, это будет реально бред сумасшедшего, тупо бред сумасшедшего. И, но, да, уговор был такой, что нет, мы не будем править конкретно... Ну, есть, да, знаменитый пример с журналом Корреспондент, когда его еще возглавлял Виталий Ксич, да, когда они брали интервью у Юлии Тимошенко, и ее пресс-служба переписала не только ответы, но и вопросы. Да, и они, кажется, две недели пытались что-то с этим делать, в итоге поставили его в том виде, в котором оно было изначально. Ну, это супер такая лицемерная штука. Да, по закону 50% художественного произведения принадлежит человеку, которому вы берете интервью. Я не знаю, что за этим делать. Возможно, вот наши новые политики, Мустафана Йем, Сергей Лещенко, Светлана Свящук, что же с ним сделали? А может быть и нет. А у вас в этом вопросе однаковый подход до героев простых, которые вам ничего не винны, и до государственных службовцев, политиков и так далее? Потому что с Тимошенко все-таки это решение было связано с тем, что она была политиком, она была выбрана, она, наверное, отвечает перед общественным. А когда ты берешь интервью у кого-нибудь, не знаю, художника, или еще кого-то такого, кто тебе пожертвовал две годы своего времени, а потом каже, нет, ты знаешь, я передумал, я не хочу, чтобы это интервью публиковалось, або там, да, я подивлюсь, а давай я его перепишу и так далее. То есть все ситуации и однаковы, в вашем росте. Ну, скажем так, у нас был не очень большой опыт общения конкретно с политиками, то есть мы не ставили перед собой такую цель. Но да, это совершенно одинаковые стандарты распространяются на всех. Потому что художники, если бы вы знали, что они дописывают, что они вообще, во что превращаются их тексты, это в итоге про место творца в этом призрачном мире, это никому не надо. Любое интервью, ну, это мое такое мнение, да, что любое интервью – это некий такой мини-конфликт. Не в смысле, что вы должны поссориться с этим человеком и больше никогда не общаться, а в смысле, что вы задаете ему, ну, как-то вы выводите его из зоны комфорта, соответственно, вы получаете, вы получаете чуть более резкие вопросы, ну, не резкие, в смысле, вопросы не те, на которые он привык отвечать, и получаете интересные ответы. Ну, опять же, мое мнение совершенно, что интервью – это всегда… все зависит от того, какие вопросы вы задаете. То есть, какие вопросы вы задаете, настолько хорошо получится ваше интервью. Хотя у меня есть пример. Мы когда-то что-то там должны были плюсам, у нас были с ними какие-то отношения, журнал «Эсквайр», и я попросил, ну, у меня была идея, я думал, давайте пусть гендиректор 1 плюс 1 Александр Ткаченко будет написать колонки. Ну, мы будем обсуждать тему, он будет присылать нам текст. В общем, я получил эту колонку, понял, что, господи боже, никогда в жизни я такое не поставлю в журнал, ну, и сказал в редакции, что, типа, ну, посмотрите, сейчас я, короче, пойду к нему, в общем, поговорим, я сделаю из этого колонку, вообще, это будет великая колонка, ну, типа, я буду задавать там какие-то вопросы, получать интересные ответы, и мы, значит, из этого сделаем текст, как будто бы он его написал. В общем, я встретился с Александром Ткаченко и понял, что я ничего, это вот, не знаю, ничего я не могу с ним сделать, это самый… Ого, это все записывается, да? Это самый неинтересный человек на свете. Александр Ткаченко – самый неинтересный человек на свете. Как вы думаете, кто самый неинтересный человек на свете? Александр Ткаченко. Мне не удалось ничего из него получить. Он, ну, то, что он таким, так спокойно звучит, это не проблема. Мне не удалось получить ни одной интересной реплики. Ни одной. То есть я сделал из этого какую-то колонку, просто потому, что мы им были должны, и мы, конечно же, ее поставили, мне было супер стыдно за это все. Я пришел как оплеванный, больше никогда не говорил, что я Дон Кихотов и все говну в говне, да? Ну, в смысле в редакции. Не, ну, говорил, конечно. Вот. Но, возвращаясь к вопросу, интервью все-таки должно быть интересным. И, соответственно, а когда вы утверждаете... Ну, то есть очень мало, на самом деле, спикеров, очень мало говорящих голов, которые иронично к себе относятся, которые, ну, как бы, что-то сказали и готовы за это отвечать, и готовы, что... готовы, ну, как бы, согласны с тем, что это опубликуют где-то, что это где-то выйдет в публичное пространство. Их мало. Но нужно это ломать. Алексей, я тут. Ирина Андреевич, школа журналиста Киуку. Я хочу вас, власне, рассказать про такую речь. Припустимо, мы можем сделать лонгрид, про якусь, ну, портретный лонгрид, про якусь людину. Нам нужно, знаю, поговорить, відповідно, там, не пять, не десять хвилин, годину-дві. И людина с часом, она стомлюется відповідать на эти запитания. Тобто, вона выдыхается. Как в таком случае быть? Чи делить, возможно, запитание на какие-то блоки? Чи делить, там, дві-три встречи? Тобто, как в таком случае лучше? Есть очень простой ответ. Есть простой рецепт, да? Когда вы, да, во-первых, вы делите это интервью на несколько частей, да, а с другой стороны вы пытаетесь поместить своего героя в какие-то интересные обстоятельства. Ну, скажем, самые худшие люди на свете это голливудские звезды, или даже не голливудские звезды, а их паблисисты, да, которые вычеркивают все вообще. И, в принципе, если вы хотите дальше получить хотя бы одну звезду, да, кого угодно, Джорджа Клуни, я не знаю, кого угодно, вы, ну, это такая целая мафия, вы идете у них на поводу. Потому что, если вы опубликуете там цитату, которую они не утвердили, значит, ну, в общем, короче говоря, вам они больше не светят, вы потеряете, потеряете все. Вот. Ну, и у них есть рецепт, да, они пытаются поместить даже самого неинтересного человека в камеран Диаз в какие-то интересные обстоятельства, да, то есть они идут с ней в поход. Вот она, лайкс хайкин, они идут там по горам, что-то такое, и в это время еще и разговаривают. Я всегда, кстати, удивлялся, мне раньше не было понятно, ну, слушайте, ну, вы там типа 4 часа провели с камеран Диаз, рехеровал он этот текст, сделайте интервью, Q&A, да, вопрос-ответ. А потом, ну, потом до меня дошло, что вообще-то, конечно, они не могут использовать вот эти ее реплики. Вот почему столько расковыченного текста. Потому что эти цитаты никогда не утвердит паблисис, да, хочется, все равно хочется, чтобы они были в тексте, поэтому вы их расковычиваете, поэтому вы пишете профайлы. То есть у них Q&A, это считается такой низкий жанр, да, вот профайл – это серьезная работа. Вот. Да, мне кажется, нужно это делить и помещать героев в интересные обстоятельства, если это возможно. А вот в каких вы випадках вы в Esquire обирали формат Q&A, в каких вы обирали формат просто прямой мовы, а в каких, как вы кажете, расковыченного текста? Ну, если у нас было мало времени, если у нас было мало времени, мы делали Q&A, да, ну, все просто. Если у нас было больше времени, мы делали длинный текст. Если было о чем еще раз говорилось, ну, скажем, например, ой, ну, не знаю, если мы встречаемся с продюсером Родянским в Каннах, у которого 12 минут, и он из них на 7 минут он опаздывает, то, конечно, это Q&A, да. И, скажем, а если... Ну, если там есть о чем рассказывать, если там есть история, если там есть история, то, конечно, мы старались сделать длинный текст. Если истории нет, ну, длинного текста нет. Александра Чернова, школа в 20-й кивку. Сегодня вы вспоминали про Дану Кихота. А считаете ли вы себя Дану Кихотом, и в чем это проявляется? Я, кстати, не помню, когда я вспомнил про Дану Кихота, но... Нет, я... Нет, я... Руслан Назар, это же школа жирной истики у КУ. Оказывается, что вы все школы жирной истики у КУ. Нет? А, извините, пожалуйста. Я не говорю у КУ, это вы сказали. Окей. Мне интересно, какой для вас был интересный проект с Лонгридом за вашу работу в Esquire? То есть, интересный проект, где вы получили больше удовольствия? Я просто вспомню материал в Esquire с Майклой Шуромом и Дарко Астафьевым. И вот мы, значит, это не была ваша интересная работа, ваша редакторская работа, но и фото. А, нет, это старая тема. Мы с Майком Шуромом, в смысле, с Ромой Винтолиевым, мы общались год. То есть, мы встретились с ним там за год до этого, обсуждали, что мы можем сделать вместе. Первая наша идея была в том, чтобы мы брали суперпопсовых персонажей и делали такие, условно, стебные интервью с ними. То есть, первое, кого мы хотели, это, господи, как ее зовут, ведущая X-фактора, жена Медведчука. А, да, Оксана Марченко. И, разумеется, мы собирались с ней говорить только про Медведчука. То есть, мы им прислали там вопросы, что там про платья, про каково это быть матерью и одновременно такой успешной ведущей. Все вот это, но мы собирались говорить про Медведчука, они уже прям согласились, но потом женская интуиция, видимо, что-то им подсказала, и они в последний момент отказались. Мы хотели говорить с Поплавским, это невозможно, там у него есть целая армия секретарш 68 лет, которые не подпускают Поплавского, ну, мне кажется, и Поплавского нет, это уже та же секретарша, переодетая, это все-таки не пришлось назвать. Вот. Не то, чтобы удовольствие, но из всяких, ну, мы делали много, мы делали много смешного, то есть, ну, скажем так, когда вы чем-то занимаетесь, конечно, вы хотите получать от этого удовольствие. Да, ну, из странных наших проектов, я все время об этом рассказываю, это была история, мы хотели, чтобы глава Партии Свобода Олег Тегнебог поговорил с гей-порно-актером Майклом Локасом. Кто там, я не помню, кто мне сказал, какая-то моя знакомая говорит, слушай, ты знаешь, там есть такой, короче, гей-актер, он, он, типа, еще и русский, и все такое. В общем, почему-то пришла идея, что как раз Свобода получила, ну, как бы получила проходной балл в парламенте, они там, Форион, вот это все, все эти приятные люди, и мы подумали, что классно было бы, чтобы, ну, так, в общем, этот Майкл Локас, он, первое, он русский, ну, то есть он изначально из России, то есть он русский еврей, он гей, он гей-порно-актер, и он еще руководитель этой всей порно-стук, то есть есть такая штука, называется Лукас Энтертейнмент, я близко с этим познакомился, все расскажу. Значит, ну, и дальше мы начинаем, ну, в первую очередь мы, конечно, начинаем искать контакты Майкла Лукаса, я наивно захожу на их сайт, пытаюсь найти там контакты, там нет контактов Майкла Лукаса, там есть маленькие превью их фильмов, вот, ну, причем даже не хотите, они все равно сами включаются, вы можете искать, дальше я нашел его твиттер, и там тоже не было какого-то контакта, я не мог что-то ему написать, пока он меня не зафрендит, так, можете себе представить, что он френдил, человека из Украины, но не судя не в этом, я нашел только контакты их кастинг-директора, естественно, что все в редакте шутили, что ты, по станции, прилагай фотографии, вот, и я написал ему, говорю, слушайте, ну, значит, ну, там, не вдавался в подробности, говорю, хотим сделать интервью с Майклом Лукасом, там, да-да-да-да-да, разве что, значит, мы там связались с его, есть его ассистент, мы связались с ассистентом, потом он нам назначил какое-то время, ну, там, это же Нью-Йорк, да, соответственно, минус семь часов, допустим, там, в час ночи я должен был ему звонить, и я сидел в офисе, значит, волновался, набрал Майкла Лукаса, он говорил, сразу перешел со мной на ты, он сказал, что ты хочешь, да, я слышу тебя, как это будет, и я, значит, я ему, моему прислал, я ему прислал досье на Олега Тегнебока, там, цитаты, что он, значит, говорил, и говорю, слушайте, ну, надо теперь, чтобы вы состнули, сначала мы хотели, чтобы они поговорили, ну, по телефону, потому что это говорит по-русски, женская интуиция, видимо, включилась в случае Стигнебока, они сказали, не-не-не, по телефону, нет, мы говорили, что это наш американский корреспондент, наш американский корреспондент просто хочет, у него есть там серия наивных вопросов насчет правой партии и свободы, они насчет, это почувствовали, отказались, потом мы говорим, ну, хорошо, давайте тогда, он пришлет вопрос, а вы пришлете ответы, в общем, он написал вопросы, все дела, наш редактор, в поводу того, что хватало за руки Стигнебока, в Верховной Раде, чтобы он ответил на эти вопросы, они сказали, что вопрос, пытание, не на часе, уже не на часе, там бывают, там, почему вы там называете евреев жидами, там, почему нужно сжигать вот этих в печах, почему русских детей, там, короче, нужно отправлять в Сибирь, ну, я утрирую, конечно, вот, потом мы уже, конечно, признались этому пресекретарю права сектора, ой, фу, какого права сектора, свободы, что вообще, да, это, короче, он гей-порно актер, поймите, если вы сейчас, ну, это, конечно, посмешно, если вы нам сейчас не даете интервью, мы, короче, все равно это все публикуем, публикуем эти вопросы, делаем обращение, значит, этого Майкла Лукаса к вам, ну, то есть, типа, вы же можете ответить с позиции силы, но, условно говоря, у вас есть вопросы, вы можете ответить на них так, как хотите, да, то есть, ну, никакой ответной реплики не последует, ну, мы надеялись, что из этого можно будет сделать какие-то выводы, да, от Игнебога, они все равно отказались, в итоге, да, мы опубликовали эти вопросы, мы попросили журналиста Леонида Швеца, который отвечал от имени Игнебога, как бы ответить Игнебога, мы более того сделали ролик, в котором Майкл Лукас обращается к Олегу Игнебогу, текст ему писал я, то есть, в числе прочего, в свое резюме могу писать, ну, да, носить графу, что я писал текст для гей-порно-актеров, и это, в общем, был смешной проект, вот, из такого, у вас еще есть вопросы? Здравствуйте, меня зовут Алина, вы много говорите о тексте, я вообще много говорил, это какой-то космоний, я сейчас это использую, если можно, вот, есть такой мейп, что много букв, читать никому не интересно, и, почему мы разбавляем эту фотографию, мы просто как можем, было ли такое, что ваши герои отказывались, капризничали, вот, я себе тут не нравлюсь, я очень полный, я очень кудой, вот, и там, вот в этом номере с Яршем была история со скрытым, что он либо отказался фотографировать, либо сфотографировался, потому что он нравится. В какой-то момент, значит, приехала, приехала, это все записывается, да, отлично, в какой-то момент на Громадское приехала съемочная группа из восьми человек, восемь человек, восемь человек, до этого они освоили локацию, в смысле, позировал наш фоторедактор, мы знали точно, какие кадры будут, ну, привезли там восемь мешков одежды, со Скрипиным мы очень долго разговаривали, и он же согласился, да, то есть, ну, как бы человек, который говорит вам размеры, там, свои талии, объем бедер, да, и так далее, видимо, он готов к тому, что он будет одеваться, да, потом он как-то стал очень некрасиво отказываться прямо во время съемки, ну, в смысле, подсъемка должна начаться, начинаться, а он что-то такое стал говорить некрасиво, и в какой-то момент наш арт-директор написал, ну, все мне начали писать смс-ки, арт-директор написал, послушайте, давайте, а мы должны были его снимать на крыше вот этого киева-жилбуда, там, где находится громадский, там, где этот такой кластер демократический, он сказал, арт-директор написал мне смс-такое, что давайте разбросаем говно на крыше, подпишем скрипит. Он, я думаю, что замечательный журналист, редактор, но конкретно в этом случае он показал себя с очень некрасивой стороны. Но в этой ситуации вы вышли, вы просто опубликовали другого героя, мы опубликовали другого героя, а более того, в последнем номере, который мало кто видел по разным причинам, там с дистрибьюцией были не то чтобы проблемы, но там не было смысла нашей дистрибьюции особенно стараться, потому что они все уже без работы, да, и как раз в самом последнем номере вышла эта съемка, только там вместо скрипина, на те же самые кадры, там наш фоторедактор почему-то в маске, я уже не помню почему, то есть эта съемка типа вышла только в самом последнем номере. А вот если вот интервью и вот без фотографии никак, было ли такое, что приходилось как-то, я не знаю, чем-то заменять, ну, например, как Коломойского заменили карьеркультурой, что ли? С Коломойским просто мы не смогли его сфотографировать, да, и, кстати, эта великая иллюстрация мне очень нравится, да я не скажу, ну, да, кто-то, какие-то женщины не хотели фотографировать, это нормально, да, и мы ставили как-то гимнастку, мы находили какую-то ее старинную фотографию, где она такая девочка с хула-хупом, ну, да нет, прям такого не было, но это да, есть страшный момент, разумеется, утверждение фотографии со звездами, и для того, чтобы купить любую фотографию, ну, так как мы покупали дорогие фотографии известных фотографов, да, которые стоит пометочка, что без утверждения паблисиста вы не сможете ее публиковать, то, конечно, у нас был такой длинный, длинный такой процесс, ой, ну, есть эта мучительная история с Сильвестром Сталлоне, когда, ну, сейчас я попытаюсь это рассказать, она очень длинная, нудная, ну, в общем, Сильвестр Сталлоне, мы хотели его поставить на обложку, была прекрасная фотография Питера Хапака, хороший, кстати, фотограф, присмотритесь к нему, внутрь мы хотели поставить, по-моему, фотографии, где он еще такой молодой, с такой растительностью, обширной растительностью под мышками, ну, что ли такое, вот, черно-белые фотографии, и мы утверждали это с паблисистом, она, в общем, пришла в ужас, она звонила в Нью-Йоркский офис, потом она наложила им барга на продажу фотографии, фотографии Сильвестра Сталлоне на всю постсоветскую территорию, включая Россию, Прибалтику и Казахстан, ну, и Украину, разумеется, потом мне написали из Нью-Йоркского офиса, что я обязан снять этот фичер, ну, в смысле, вот эти правила жизни Сильвестром Сталлоне, я тоже ни в коем случае не имею права их поставить в журнал, потому что эта женщина, которая представляет Сильвестр Сталлоне, она вице-президент огромной пиар-компании, которой обслуживается еще очень много больших звезд, а если я поставлю это интервью, то it will be a paradise, ну, в смысле, это поставит под угрозу отношения со всем Херстом, то есть, даже не только с 30-ю эсквайрами не американским, мы скажем, а со всем Херстом, а у меня был день до сдачи, и я уже не мог заменять три разворота, шесть полос, мы все равно поставили это интервью, ну, в смысле, поставили эти правила жизни, мы просто нигде их никак не промоутировали, справедливо полагая, что женщина из Лос-Анджелеса никаким образом не достанет журнал из Квайр Украины. Ну, так получилось. Если гуглить вас, то одна из первых картинок, которая вылезает, это такая картинка, это явы, и написано буквально таке. Если главной претензией к украинскому эсквайру будет то, что на русском языке, о Господи Боже, мы счастливы. Ну, ответ на вопрос про мову можно найти там же в Гугле, а у меня вопрос, какие чаще претензии вы словливали до украинского эсквайра, кроме мовы? Никаких. Почему мы не выходим на украинском языке? Почему мы не на украинском языке? Ну, правда, я не шучу, в любой момент в каком-то третий про эсквайр, там же был большой плач, когда мы закрывались. И обязательно говорится, человек, ну, может, они выйдут украинскую потом. Вот тут нужно украинскую выходить. Хорошо, если начинал джек-дрефик, он выходил на украинский, он тоже закрывается. Не вижу логики. Ну, типа, я не шучу, вот реально было главное то, что мы не на украинском языке. Ну, сначала, да, что мы говно, русский эсквайр хороший, но это нормально. А вот это меня интересно. Чем они это пояснили, и чем говно, и чем гирше за российский? Ну, российский эсквайр это очень важное издание, которое изменило полностью, скажем так, глянцевый рынок России, ну, вообще, в принципе, русскоязычный глянцевый рынок, потому что до российского эсквайра нельзя было представить, что такое можно публиковать в издании про туфельки и костюмчики, да, что там могут быть серьезные расследования, что там можно писать о коррумпированных ментах, что там может быть вот этот у них был великий текст с Бона на обложке про то, как штурмовали школу в Беслане, да, то есть вот такие тексты, что это может быть вообще в принципе, что это возможно в глянцевой прессе, и что это может быть коммерчески успешным. Конечно же, у нас были, ну, мы страшно переживали по поводу того, что нас будут с ними сравнивать, плюс мы тоже на русском языке, то есть как бы мы в одной и той же языковой среде, мы специально, мы делали много всего, там, мы специально поставили этого резкий в логотип, да, то есть над i. мы заменили ее резкий, как вот в 60-х, 70-х было в американском эсквайре, но, опять же, из тех вещей, которые мы пытались сделать, чтобы как-то отличаться, ну, когда мы начинали, скажем, у меня не было никаких амбиций, чтобы мы делали политические тексты, потому что, если в России задавили всю, условно говоря, альтернативную независимую прессу, да, то у нас в тот момент, когда мы запускались, у нас был и Мустафа Ильиченко с «Украинской правды», у нас был сильный корреспондент, у нас был сильный коммерсант, да, то есть всю, всю эту тему уже покрывал кто-то другой, то есть мы как бы ставили себе цель, если же делать тексты на тему политики, то какие-то большие, ну вот как раз тексты, которые другие, другие издания не могут опубликовать по причине того, что у них там нет места, времени и так далее. Вот. Ну и опять же, то, что, почему мне там в какой-то момент стал скучным русский эсквайр, потому что он, ну как бы, был очень мрачный, да, я думал о том, что как можно, сколько можно уже писать про этого плохого Путина, про эту коррупцию, в итоге оказалось, что эти ребята были правы, да, потому что они из номера в номер писали про плохого Путина и вообще-то они все предсказали, то есть возможно это было уже не так интересно читать мне, читателю снаружи, да, плюс, конечно же, мне больше интересно то, что происходит в Украине, чем в России, да, но вообще-то они все это предсказали и сейчас я думаю, что я был неправ, когда я говорил, что вот они стали скучными. Ну, тут еще момент в том, что аудитория вообще-то эсквайра, да, когда мы говорим про узнаваемость бренда, в общем, аудитория была не настолько велика, просто все знали в конкретной медиатусовке, конечно, все мы любили, поклонялись русскому эсквайру какое-то время, когда он только начинал выходить, сейчас я на него опять же посмотрел на первые номера и это сумасшедший дом какой-то, но это в тот момент это было попадание в десятку, да, это был драйв, это было веселье, все на свете, скорее всего, вот те моменты, когда уже лично мне, например, эсквайрусский казался скучным, они просто убрали все веселье, то есть у них просто начались такие серые будни, но я думаю, что они просто таким образом отображали то, что происходит у них в стране, и в этом смысле они молодцы, крутые и так далее, я не знаю, что я вам отвечаю, ну какой вопрос был вообще? ну да, 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 то есть так, я сразумел, давайте дамо слово стадаем. Здравствуйте, Саша, Хатинский национальный университет Здравствуйте. Вопросы два, вопрос первый, есть ли вообще шанс у нас у всех однажды увидеть 5SPA? Нет. Нет у всех? Нет. Почему? Ну нет шансов. Нет ни компании, которые могут себе это позволить, нет рынка, на котором он мог бы окупаться. Нет. Я узнал о том, что украинского Esquire точно не будет в январе, и у меня клепло от сердца, скажу прямо, потому что все это время, ну там, начиная с декабря, я занимался тем, что встречался со всеми на свете, переговоры какие-то бесконечные, и все время у меня вот было такое чувство, что какого чем-то я этим занимаюсь, да, может быть не надо, потому что сейчас вот возродится Esquire, мы вот заново будем делать прекрасные вещи, как нам казалось, да. Но потом просто выяснилось, что нет, ну короче, была компания, которая могла его купить, но вообще-то у них не было денег, и короче, это не очень грустная история, но все нормально. Этологично, принт очень стремительно стал умирать в Украине, и это только значит, то, что нужно делать качественные интернет-СМИ, это значит то, что нужно переносить стандарты печатной журналистики в интернет, который у нас почему-то по-прежнему считается каким-то таким третьестепенным, в СМИ-третисоргенном. Вот, я сейчас занимаюсь интернет-проектом, но это такой, скорее, лайфстайл, развлекательный херня, но мы наверняка сделаем из него лучший на свете в мире проект. Понятно. И, собственно, второй вопрос. А как вы относитесь к тому, что у них стоит политика? Ну, мне кажется, что это нормальная эволюция, человек эволюционирует, человек проходит какой-то жизнеликнуть, да? Если, если, ну, я верю в то, что вот, там, кто наем Лещенко-Залещук, что да, они действительно идеалисты. То есть, они реально же пришли туда не для того, чтобы пилить бюджеты. Я не знаю, смогут ли они что-то изменить, они сами этого не знают. Это как раз домтеходство. И, да, с какой-то стороны медиа-среда ну, как бы, поднесла потери после того, как их не стало, после того, как они перестали быть журналистами. Но, возможно, они смогут изменить вот, с этой стороны что-то, смогут копать вот оттуда. Я спокойно отношусь, но это нормальная эволюция человека. Кто-то, знаете, уходит в пиар, кто-то там, ну, что угодно, открывает магазинчик с личной заводик. Это все нормально, это нормальное человеческое решение. А где как? Четыре политика или пиар-журналисты? Нет, лучше газом заниматься и не в чем. Наталья, школа журналисты Украинский эксквайр, как и чем он залежит от главной редакции эксквайр? И, возможно, у них были какие-то свои правила, вымоги, критерии? Спасибо за вопрос. Ну, был, конечно, брендбук, то есть были какие-то условные правила, но как раз российский эксквайр очень раскрепостил этот формат. Да, если, ну, скажем, из 29 других эксквайров, я бы чудо сказал 29, но я не уверен, что это правильная цифра, там очень много, которые очень похожи, да, на американцев или, например, на британцев и по дизайну, и по наполнению, и по всему на свете. В какой-то момент американцы увидели русский эксквайр, им как бы стало все равно, не то, чтобы все равно, им было важно, что вы придерживаетесь определенных стандартов, но даже если вы на нас не похожи, но коммерчески успешны, если вы зарабатываете деньги, значит, вы молодцы. Конкретно с нами, ну, нам никто ничего не диктовал, да, мы, скажем так, отправляли какие-то вещи на утверждение первые полтора года, это был там план номера, например, да, еще что-то. Плюс, они вносили какие-то, допустим, правки по дизайну, что-то такое очень простое. Иногда им казалось, что материал чудовищный, кстати, вот, например, про Майкла Лукаса с этих Небоком, они были в ужасе от того, что мы собираемся это делать. В итоге, когда они увидели, как даже это выглядит, ну, там, очень же важна эстетическая сторона, в смысле, как вы это оформляете, как это выглядит в журнале, они сказали, ну, все, нормально. Вот, потом они перестали совершенно в это вмешиваться. Там есть какие-то простые штуки, допустим, они хотят, чтобы, конечно же, было больше рубрик таких франшиз, да, которые, ну, есть у них в их журнале. То есть, там, красивая женщина рассказывает анекдот. Мы долго возились, у них есть рубрика Women Will Love, и когда я приехал в Нью-Йорк к ним знакомиться, я что-то с дуру сказал, что мы тоже будем ее делать. И первые два текста у нас, в принципе, были-то хорошие, ну, там, сначала было про Лею Сойду, потом был текст про, такой, трикстерский, про Шарлоту Гинсбург, с которой удалось пообщаться, а потом стало понятно, что мы не можем такую Шарлоту Гинсбург делать каждый номер. И мы, в общем, страшно долго мучились с этой рубрикой женщины, и потом так ее незаметно убили. А вообще они на ничто не влияли, нет? Евген Гриценко, Минска очи доси у вас працюет генератор идей для текста формата Esquire, и если так, то какие бы интервью, чьи-репортажи вы бы хотели прочитать в Esquire, вы не снимали или написали самому? Вы знаете, я сейчас переключился вот по-настоящему, да, на вот этот ежедневный формат. Мне раньше, ну, как бы казалось, я, наверное, просто потому, что я люблю медиа, да, мне прям все интересно. То есть, вот сейчас я с понедельника занимаюсь сайтом Бюро 24.7, да, это такая гламурная для девочек какая-то странная история она в смысле имеет право на существование, но мы ее будем очень-очень-очень сильно переделывать. И я вдруг для себя обнаружил, это еще новостной портал, там, про фэшн, чтобы вы понимали, и я вдруг понял, что, ну, в смысле, что я могу, во-первых, реализовать свой проект, с которым я уходил из саномы на этой базе, а во-вторых, я понял то, что меня страшно радуют новости, да, в смысле, вот все это адреналин, драйв, это очень мне все близко. Поэтому я сейчас, честное слово, я сейчас не придумываю тексты для эсквайра, в смысле, тема, да, были эти фантомные боли, да, что вот ноги уже нет, а кажется, что она есть. Но это все прошло. Вот цикавый момент про важливость визуальною складовою. Кто у вас в редакции придумал, приймал решение, как будет выглядеть материал, и что у вас бывало таке, что вы дивитесь на материал и вам кажется, что нет, а ця людина каже, типа, вот оно мое будет самое так. Как в этой ситуации появилось? Я реальный пиночет, и никогда не было такого, что если же материал мне не нравится, что он не выйдет в таком виде, я вообще вмешивался во все. Наш первый арт-директор в слезах сбежал в журнал «Вок», сказав, что он просто не может больше со мной работать, хотя мне об этом не говорил, но суть не в этом. Нет, я вмешивался во все, да, ну, разумеется, у нас был арт-директор, фоторедактор, там, вэшн-редактор, с которым мы все вместе обсуждали какие-то идеи, как оформить тот или иной материал, фотографии, сделать иллюстрации, все на свете, в финале принимал решение я, ну, мне просто было важно, что мне нравится то, что выходит, то есть я открываю, и мне это нравится. Было много случаев, когда я признавал свою неправоту уже постфактум, говорил, что я был, наверное, неправ, даже извинялся, я такой человек, но, вот, например, скажем, с обложкой с Ярышем, это вот была самая мучительная обложка, мы переделывали ее раз 20, там должен был быть котик, в какой-то момент должно было быть много котиков, была версия с котиком, с лицом Ярыша, точно была такая версия, очень много раз мы это переделывали, и, возможно, именно поэтому это была такая успешная обложка, такой успешный номер, мы, конечно же, хвастаемся, мы говорим о том, что это единственный пример в истории украинской журналистики, когда вот такой культовый статус неожиданно совершенно для нас в том числе он получил какой-то глянцевый журнал, что так за ним охотились, такой ажиотаж он вызывал, но там было много обстоятельств, которые это спровоцировали. Алексей, тут следом с чем мы занимались для коммерсов и с вашей подания, и, скажем, если я с Квайл, вам не хотела себя заняться с чем-то серьезней, что мы же, я бы, если мы с вами ставим хернёю для девочек, с чем-то серьезней. Да, сейчас скажу. Коммерсанте, ну, это смертан, я с одной стороны писал что-то там про культуру, про кино, как будто вот это вот, еще мне было очень смешно, там были супермаленькие гонорары, то есть можно было написать 25 текстов и потом, типа, через 4 месяца забрать свои 15 гривен, да, но я же просто аватюрист, и там, например, был формат, чтобы вы понимали, да, светского обзора. Это вы ходите, вот вы приходите на какое-то мероприятие и подслушиваете, их, что кто говорит. Мне это как-то так было смешно этим заниматься, то есть я хочу, чтобы я много этого сделал, много таких текстов, но вот вы подходите, вот вы, значит, с бокалом шампанского становитесь спиной к Януковичу-младшему и его спутнице и слушаете, о чем они говорят, и потом дозаписываете. Мне страшно нравилось. Вот. По поводу того, что заняться чем-то более серьезным, ну, ну, как, смотрите, глянцевый, глянцевый вот сейчас вот этот ресурс для девочек, он будет меняться. То есть, когда я уходил, скажем так, у меня была суперпростая, понятная идея, да, нам казалось, что закрывается, ну, тогда еще мы думали, что закрывается Харперс Базар, и мы хотели взять три направления Мэнс Хэллс, Эсквайр, Харперс Базар, Мэнс Хэллс, условно, здоровье, вот это вот, Эсквайр, условно говоря, некая культурка и политика, и Харперс Базар это тот самый фэшн. И я общался с многими инвесторами на эту тему, были люди, которым это было интересно, и в итоге сберу, я как раз, вот я реально сберу два с половиной месяца переговоры, я сам их специально затягивал, потому что мне было важно проговорить все-все-все-все моменты, включая там даже бизнес-план, как мы зарабатываем деньги, шесть чего, какие проекты, вот, поэтому да, сейчас мы собираемся все это очень сильно менять, но при этом, там, я не знаю, у меня остается какая-то часть с этим громадским ТВ, это тоже вот, мне это интересно, да, какие-нибудь там радиоаристократы, я тоже этим занимаюсь, просто любой человек, он же не замыкается, он чуть больше, чем, там, я не знаю, шарик для волейбола, шарик, шарик, не шарик, а мячик для волейбола, да, он еще и, там, клюшка для гольфа, он еще и кусок маргарина, ну, короче, ужасный ответ. Нормально, еще пытание такого, а вы могли если гаврец выплативаться просто как летовые журналисты в редакции, что это уже не нужно? Я думаю, я мог бы, то есть, я мог бы, я мог бы, ну, с другой стороны, я знаю, как устроены, я знаю, как собирать редакции, я знаю, как формировать работу, да, то есть, я могу делать чуть больше вещи в большем масштабе, и это довольно полезный опыт, и почему бы не применять его на каких-то других проектах. Ну, вот, например, конкретно с Громадским, я там совершенно рядовой, рядовая говорящая голова, мы чуть-чуть стали немного развлекаться, мы там, например, говорим, это громадское на русском, мы рассказываем в Украине тем, кто не понимает человеческого украинского языка, ну, хоть как-то себя, развлекать. Ну, что-то такое. Это действительно просто большое интервью. Длинное интервью, вы долго разговариваете на разные темы, например, у американцев, которые любят формулы, да, и, в принципе, они правы, у них там есть список стандартных вопросов, ну, там, что угодно, да, они задают любые вопросы. В принципе, это просто доверительное интервью, да, разумеется, вы потом в итоге берете из него цитаты, и они выглядят как некие мудрости или, наоборот, глупости. Я не знаю, что вам еще ответить. Ну, ну, да, герой вам доверяет, вы с ним разговариваете. Я не знаю, что еще. Даже не нужно, в принципе, не должны его помещать в какие-то экстремальные обстоятельства, наоборот, он должен быть достаточно расслаблен и вам доверять. А вы давали право право ложить для нас верху героя? Слушайте, я не помню. Может быть, да, кому-то, нет, кому-то мы, конечно, мы прислали, да, 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 но украинские герои нас всегда запрашивали, обязательно мы утверждали это с американскими героями, часто мы их обманывали, у меня есть замечательный пример, ну, то есть, они же не знают русского языка. То есть, в принципе, я им отправляю текст, в котором там, они говорят, мой любимый фильм, там, а потом я открыл для себя, рыбалку на Гавайях. То есть, в русском тексте выходило нечто совсем другое, в смысле, мы использовали другие цитаты из интервью, которые мы покупали. Есть еще пример с Тильдой Суинтон, когда мы, ну, захотели поставить на обложку, просто перед этим вышел большой профайл Тильдой Суинтон в журнале Нью-Йорк, такой хороший, большой текст, то есть, это были не правила жизни, а такой текст, причем довольно критический, оценивающий саму Тильду, ну, в смысле, так, немного над ней иронизирующий, потому что она же такая фэшн-икона, надменная, все дела, и журналистка, скажем так, иронизировала над ней. Мы узнали, что, ну, там, мы договорились, мы купили этот текст, мы нашли хорошие фотографии, ну, и, понятно, нам нужно было утвердить их, собственно, с агентом Тильды. Мы думали, что никаких проблем не возникло, потому что, ну, вот, там, две недели назад это вышло уже в Ралли Нью-Йорк. Она сказала, нет, короче, и выяснил, что им вообще не понравился этот текст, они не хотят, чтобы его публиковали, они сказали, предложите нам другой. Мы нашли какую-то совсем другую, прислали, они сказали, да, мы опубликовали тот. А как с героями, которые, да, вот я здесь, как с героями, которых нет в живых, как вы собираете эту информацию? Ну, например, там, правила жизни Егора Летова. Ну, это нема, это русские, но это то, что называется из публичных выступлений, то есть вы, во-первых, иногда можно действительно купить, ну, какое-то старое интервью, да, ну, слушайте, такие были примеры, мы там покупали телевизионные интервью, тогда с Шумахером все было хорошо, в смысле Михаила Шумахера для СИНН, это такая была в Агита страшная, то есть вы покупаете телевизионные интервью для печати в журнале, утверждаете цитаты, короче, с теми, которые мертвы, вы обычно либо это брались в публичные выступления, либо если уже авторские права не распространяют, то есть если авторские права уже их истек их срок, да, то просто брали там автобиографию, что-то такое, иногда мы получали, мы связывались с российскими издательствами, да, сейчас вспомню, с кем такое было, то ли с Фиделем, кстати, да, вышла автобиография Фиделя Кастера в российском издательстве, мы с ними связались, сказали, что мы хотим опубликовать цитаты Фиделем, да, как бы в формате правил жизни, ну а мы, разумеется, проанонсируем их книжку, они согласились, сдали нам разрешение, мы с ними что-то подписали, ну как-то так. А на вас когда-то подавали в суд за то, что вы нарушали авторские права, или за то, что вы публиковали такой поднимемый текст? Нет. Нет. Это просто так, не знаю? Ну, мы не суперчасто это делали, вот случай стиль, да, это реально редкий, потому что нам страшно нравился текст, текст отличный, он только что вышел, что вы выделываетесь, ну, прекрасный текст, но вот примеры, ну там не были примеры, например, когда выходило, у американцев есть номер Sexiest Woman Alive, и в прошлом году там была Пенелопа Круз, и там был такой текст ироничный, короче говоря, обычно происходило так, что если вам что-то нравится в американском эсквайре, то они, как правило, покупали права на все эсквайры другие, вы 6 месяцев могли, ну, совершенно бесплатно это опубликовать у себя, вместе с фотографиями, но иногда артист, увидев, ну, как бы, когда он увидел текст в самом журнале, то есть он же видел только цитаты, а автор, ну, она сказала там, я люблю цветочки, а автор мог написать там, ну, и дура, там цитаты. Там, а она говорит, больше всего на свете я люблю закаты на Карибах, а он пишет, овца тупая. Ей это как бы не нравится, да, и она говорит, что все, дальше этот текст никуда не пойдет. Ну, вот такой пример был Спиневой Покрус, его нельзя было печатать в остальных эсквайрах. Но вообще, в принципе, мы не много раз обманывали, хотя я такой трикстер и авантюрист, но вот конкретно с правильной жизни не, мы все право писали. Я здесь. Михаил Дропак, Донецкий национальный университет. Вот вы... О, Михаил, здравствуйте. Я надеюсь, я не ваш клиент. В каком смысле? Почему-то спросили, не сказали. Нет, я правда, я очень рад, что вы из Донецкого университета. Серьезно, искренне. Я тоже. У нас уже двое, уже два человека рады тому, что тут есть человек из Донецкого университета. Михаил, ваш вопрос. Да. Вы когда говорили о Лангриде, о Лангфом, вы сказали, что это подвижничество, особенно в Украине. И что нужно думать о том, как это повлияет на жизнь, сделать ли это мир лучше, а как лучше сделать при ней. Что лучше, что изменим в мире материал о разговоре, вернее, разговора Каллухаса и... А, нет, слушайте, это же не было Лангфом, это просто такая, ну, мое, 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 как бы, убеждение, убеждение в том, что мы все время, ну, как бы, любое издание, любое СМИ, оно должно, как бы, играть с читателем, то есть вы играете с читателем, то есть здесь некие игровые формы. То есть можно, конечно, взять и серьезно написать о том, что, там, не знаю, лептик не бог, ксенофоб, этот самый, господи, антисемит, да, и все такое прочее. То есть можно, наверное, на эту тему сделать серьезную статью. Она имеет право на существование, есть разные форматы, можно так делать, конечно. Нам хотелось рассказать о том же самом, только в игровой форме, да, и я все время это повторяю, да, что важно, что вы все время играете с читателем, но при этом, да, вы задаете себе вопрос о своем ли я уме, и просто иногда бывает такое, что вы играете сами с собой, но вдруг вы понимаете, что вы играете сами с собой, что читателем это неинтересно, а когда вы играете сами с собой, это уже мастурбация, и это такой, наверное, все-таки интимный процесс, и не нужно выносить его непосредственно в издание, в котором вы работаете. Насчет того, что я, конечно, немного утрировал насчет того, что прям нужно менять мир, да, конечно, когда вы делаете большой классный текст, ну, в смысле, долго этим занимаетесь, да, с одной стороны, этот текст меняет и вас самого неизбежно, да, и хотелось бы, конечно, чтобы он менял и читателя тоже, да, да, я совершенно убежден в том, что если есть важная тема, да, если вы знаете, как о ней рассказать, если вы готовы посвятить этому время, значит, ну, классно, если вы это сделаете. Подвижничество, это, конечно, к сожалению, все-таки в Украине, да, потому что, скажем, там, на российском рынке можно больше заработать, в европейском нормально оплачивается, в американском тем более, вот, но, возможно, знаете, ну, часто, я тоже, у меня есть такое убеждение, что не надо бояться делать какие-то вещи бесплатно иногда, но это не в смысле, что потратить там 5 месяцев своей жизни для текста, нет, я имею в виду какие-то простые штуки, можно сделать бесплатно, это просто, не знаю, поможет вашей репутации, да, я тем-таки, ну, не знаю, писал в коммерсант, я получал 15 гривен за 3 месяца, и в принципе, мне это помогало, условно говоря, оставаться, ну, не на плаву, а в смысле, ну, то есть, в определенный, как бы у меня был определенный круг знакомств, определенный круг читал, видел мое имя вот там, в коммерсанте, например, то есть, поэтому, скажем так, не, вы сразу не станете долларовыми миллионерами, уж тем более не сделаете это, вот работая в журналистике, вот, но это такой процесс, и если, вы честны с собой, окружающими, с читателями, редакторами, со всеми, с кем вы работаете, то очень много шансов того, что вы построите отличную репутацию, и перейдите в Америку, станете долларовыми миллионером, и получите пулицеровскую премию. Настя Игнатенко, ЛНУ имени Панка, как вам удается располагать к себе интервью, или вы молодые? Я милейший человек просто, уже видите. А ваше семье? Я, по-первых, милейший человек, я могу, мне интересно общаться с людьми, я смотрю в глаза, искренне интересуюсь другим человеком. Первое, что, когда мы приехали в загородный дом Ирины Аллегровой, первое, что она мне сказала, «О, так мы же знакомы!» Я говорю, «Я бы запомнил». То есть, вы понимаете, да, что если бы я был знаком с Ириной Аллегровой, наверное, я бы это запомнил, где-то бы это отложилось. Вы просто искренне интересуетесь людьми, вы... да и все. Вы задаете им интересные вопросы. Опять же, есть еще такой момент. Иногда для того, чтобы сделать интервью, вам нужно задать 20 никому не нужных вопросов, на которые получите ответы, которые никуда не пойдут, для того, чтобы потом задать еще 5 или 6, те, которые вам действительно нужны. То есть, иногда, ну, вам нужно завоевать доверие незнакомого человека. То есть, вам нужно его разговаривать. Возможно, да, сначала вам придется выслушивать про творческую карьеру, про то там, ну, что угодно. Вот. А потом вы спросите, «Так это вы убили?» Там, я не знаю, кого... Джона Кеннеди, да, вот мне подсказывают. А она говорит, «Да, это была я». Кристина Головко, школа журналістика ОКУ. Эсквер закрылся, але залишилась ця ниша и аудитория, яка потребовала цей журнал. Чи не думали ви створити, або знайти журнал, який зайде на цю нишу? Чи нет? Мы думали над этим, мы думали, как занять эту нишу, мы думали над миллионом форматов вплоть до того, что делать некую подписку, которую мы продаем на год еще до того, как мы сделали журнал, и специально для этой аудитории что-то такое производить. Все эти форматы не жизнеспособны. Все эти форматы, у них нет никакого будущего. Эти форматы нужно переносить в интернет, эти форматы, ну то есть это интернет. Сейчас у нас наконец-то, слава богу, появится 3G, кажется, летом. Это значит, что очень большая аудитория придет туда, разных людей, и для этих людей нужно делать качественный контент. Конечно же, самыми популярными останутся пять интимных причесок Таисии Павали, но и они имеют право на жизнь. Все пять интимных причесок Таисии Павали. Но там нужен будет и качественный контент, и длинные тексты, и все на свете. В интернет придут деньги, опять же, в связи с тем, что будет увеличиваться аудитория неизбежно, все люди с телефонами наконец-то смогут нормально серфить интернет. Да, мы думали об этом. Все форматы, которые мы думали, не жизнеспособны. Журналы Square стоят очень дорого, и никто не может его себе позволить. Иван Карадакевич, у меня есть два вопроса. Первое, если это не таемница, какой у вас был тираж, и какую часть этого тиража вы продавали. А второе вопрос, я уверена в этом, что когда вы работали в журнале, то вы точно знали, який ваш читатель? Власне, який у вас читатель? На кого вы ориентувались? Наш формальный тираж 25 тысяч, настоящий тираж я унесу с собой в могилу. Читателя мы называли так, мы для себя определили, что это так называемые новые серьезные. То есть, это мне уже нереально такой заученный сейчас манолог на эту тему. Есть рекламодатели, мы об этом говорим. Значит, условно говоря, мы проводили водораздел по 2008 году, что до 2008 года мы много тратили бездумно денег, мы меняли 4 раза в год работу, потому что мы шли как бы по восходящей, тут нам платят больше и так далее. Мы брали кредиты, потом ударил 2008 год, и мы стали серьезно относиться к своим покупкам и так далее. Учитывая то, что сейчас происходит с экономикой, это станет еще более актуально, мы еще более внимательно будем относиться к тому, насколько качественно то, что мы покупаем, будем делать еще меньше покупок, и нам будет важно скорее качественный контент, чем… То есть даже бренды перестанут иметь значение, будут иметь значение, насколько… Ну, если вы покупаете там куртку, важно, порвется ли она у вас через 5 дней или 5 месяцев, или она, не знаю, прослужит вам 15 лет, я не знаю, такое бывает, нет, наверное. Вот. Поэтому мы назвали их новые серьезные, да, опять же, мы ориентируемся на какую-то некую продвинутую публику, то есть это люди, которые… У них есть свой бизнес, да, в смысле, они зарабатывают деньги, но это не те люди, которые пилят государственный бюджет, да, которые вот… Ну, просто есть отдельная аудитория подобных журналов, вернее, журналы, которые ориентируются на аудиторию, вот, ребят с золотыми роликсами, это там, чьи-то дети, или это какие-то, я не знаю, чиновники, и так далее. Мы думали о том, что это люди, которые занимаются своим бизнесом, но при этом они в том числе патриоты. Вот мы тоже все многое предсказали, в общем, короче говоря, эти новые серьезные становятся все более и более актуальной концепцией. А скидки продавалось в вашей жизни? У нас не было не очень много возвратов, у нас было… Ну, там, здоровым считается 20%, у нас где-то было 15%. Ну, как-то так. Ну, у нас были серьезные проблемы с дистрибьюцией, в силу разных причин, скажем, для того, чтобы зайти в какие-то… Сейчас очень скучная тема, но для того, чтобы зайти в какие-то там сети, например, дистрибьюционные, нужно было платить деньги, что-то еще, что-то еще. Ну, и когда начались проблемы в нашем главном офисе, то есть в Гаванской Санаве, они стали сокращать эти бюджеты. Соответственно, мы там исчезли там оттуда, отсюда. Самая идиотская история была в том, что, например, из Квайера с Ярышем не было в продаже в Днепропетровске. Ни одного номера. Весь правый сектор в Днепропетровске там не продается на Росьярышем. Это немыслимо, но это так было. Да. В принципе, это была довольно здоровая штука. Ну, теракт, конечно, не был гигантским, Даже 25 тысячи это не было. А что сталося с теми жуткими премьерниками, которые не удалось распродать? Я думаю, что теперь уже после закрытия и после этого спалаху культовости был бы шанс продать Асквайер в будь-який номер. Ну, этим никто не занимался. То есть, да, был какой-то там архив журналов, которые оставались у нас в офисе. Мы, по-моему, даже делали некое объявление, кто хочет, приходите, забирайте. Что с ними сейчас, мы не знаем. Никто этим особенно не занимался. А в интернете лишились материалы украинского сквара? А их там особенно и не было. То есть, скажем так, мы сделали просто какой-то архив на XUA, где можно их всех скачать, но мы не можем это официально распространять, потому что это собственность Саннаму и Хёрста по-прежнему. То есть, даже несмотря на то, что они уходят, кстати, Хёрст не уходит с этого рынка, «Остался космополитен Харперс базар». Это их интеллектуальная собственность, поэтому мы не можем просто вывесить где-то и сказать «А вот, значит, качайте все, что хотите». Как-то, правда, на пытание того, ты тоже. Вы не поднимаете руки, потому что вы малые юницы. Слушайте, нет, правда, если вы все устали и вам уже ничего спросить, давайте не просто бояться. Руслан, школа журналистику. Скажите, пожалуйста, смерть, будем говорить из Квайра, это трагическое, трагическое. Еще, кстати, ужасное слово «кончина», оно как кончина, конечно. Одиночный случай или это какая-то тенденция для всех медиапродуктов такого типа? Это связано непосредственно с положением дел в Украине. Сейчас я опять эту такую тираду про бизнес компании «Санома». Если коротко, то компания «Санома» в 2011 году купила телевизионный бизнес и попала на 2,5 миллиарда евро. После этого она решила переформатироваться в… Она понимала, что издательский бизнес не очень интересен, и они решили заниматься образованием. С 2013 года они начали распродавать все свои медиа-активы. Все везде, во всех странах. В Украине я знал конкретно, что есть разные претенденты на то, чтобы его купить. Непосредственно в Украине это должен купить сам Херст, что он сделал в России. Например, через Шкулева сложная схема, потому, что у них приняли закон, что иностранцы не имеют права владеть больше, чем 20% издательского бизнеса. Ну, в общем, все шло хорошо, финализироваться сделка должна была, если не ошибаюсь, в мае, в мае 2014. Все мы знаем, что происходило в мае 2014, там еще были свои какие-то внутренние обстоятельства. В итоге, ну, Санома решила, что она здесь закрывает свой бизнес. Что-то ей удалось продать, в смысле Космополитен Харперс Базар, это там отдельная комическая история, но я не имею права рассказывать. Вот, и, ну, это история про то, что ни голландцы, ни американцы не верили, ну, наверное, не верят в то, что здесь будет что-то хорошо. Ну, наверное, на этом рынке, окей, хорошо, на этом рынке. Поэтому, это не то, чтобы особо прям тенденция мировая. Я же говорю, вот сейчас открылся Esquire в Польше, где, кстати, очень мало каких-то международных брендов, у них очень сильные свои собственные, поэтому там нет Бога, там нет, ну, всего вот этого глянцевого отребья, включая Esquire, там нет, не было. Вот сейчас там открывается Esquire, да, поэтому это не общая мировая тенденция. Конечно, принт будет перемещаться в диджитал, ну, это очевидно, да, но конкретно с Украиной мы имеем, как говорил, мы маем, мы еще маем, это этот самый Кучма. Кравчук? А, а Кучма сказал, Украина не Россия. А вот скажите, в Украине, взагалі, на вашу думку, есть культура читания журналов? Тобто, те люди, которые читали Esquire, они читали его, потому что они любят мацать и нюхать, и так далее, или они читали его в паперовом виде, просто потому что его не можно открыть в интернете и почитать на США? Я думаю, тут и то, и другая правда, да, потому что, с одной стороны, любят мацать и нюхать, с другой стороны, если бы они могли прочитать это в интернете бесплатно, они бы это сделали бесплатно и не покупали, да, и, ну и плюс, хочется верить, что мы производили достаточно качественный контент. Я страшно критически отношусь к себе и к тому, что мы делали. Я даже открыл этот номер с Ярошем знаменитый, ну уже какое говно. Вот, и, ну, что я хочу сказать, насчет культуры чтения журналов, ну, разумеется, главное наше отличие, скажем там, не знаю, условно, британцев и американцев, да, что там у британцев есть там morning paper, evening paper, да, то есть есть многолетняя традиция просто чтения, да, что к ним приходит утренняя газета, вечерняя, еще какая-то, они получают разную информацию, они достаточно развитые для того, чтобы понимать, что вот эта, там, газета или журнал принадлежит такой-то партии, условно говоря, или там, такому-то бизнесмену он транслирует, не знаю, там, Guardian, они всегда левые, да, там, не знаю, Times, с правой, я в другом, не знаю, с китайцами, с правой, я не помню, вот, ну это неважно, он может прочитать два разных издания и сравнить эти точки зрения, а в Украине у нас была, с одной стороны, советская традиция, когда всех заставляли подписываться, например, на газету «Правда», и, конечно, у всех была газета «Правда», но никто ей не верил, никто не считал ее источником информации, поэтому, да, у нас просто никогда не было традиции прессы, именно поэтому у нас это все просто закрывается, ну, как бы, поэтому это не настолько все успешно, но нас спасет интернет. А вот, власно, вы, с тех людей, которые любят нюхать, и маца, вы целоваете? Да, 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 ну, сейчас я вот сейчас переформатируюсь, это всегда так происходит, теперь я больше всего люблю интернет, на каждом углу говорю, что когда уже сдохнет эта вся печать, на встрече я с вами Виттоном говорю, что «Вы с ума сошли, давайте в этот проклятый, там, не знаю, ВОК, да вы с ума сошли, кто его читает? Ну, это вообще неправда, замечательный журнал ВОК, вот, да, короче, интернет, принт никому не нужен, выкидывайте, отказывайтесь от подписок, требуйте деньги обратно. Вы, ну, мне сталося, что вам подобается лонг-форм журналистика. Вы, кстати, не ошибаетесь. Но также у вас очень загорелись за очи, вы говорили про 3G-интернет. Я просто сейчас работаю в интернете, знаете, конечно, я почувствовал запах денег. А не журнала, да? Ну, просто цікаво, яка форма вам будет подобатись текстов, когда люди будут читать их на своем мобильном телефоне? Ну, слушайте, насчет того, что вот этих лонг-ридов, это же, ну, появился целый жанр как раз интернетовский, когда, там, New York Times, The Atlantic, Foreign Policy, кто угодно, да, они на сайтах, это выглядит еще лучше, чем в журналах, потому что там можно поместить видео, про что? Так, мобильный, то же самое, то есть, мы просто, есть мобильная версия, во-первых, начнем с того, что вообще уже не имеет значения просмотр, ну, сайтов через браузеры, да, имеет значение только мобильные версии, потому что, ну, короче говоря, все перейдут на мобильный телефон, ну, короче, они и так у всех есть, но, в смысле, потреблять интернет большая часть все равно будет через мобильный телефон, потому что-то быстрее, вот, и да, есть, ну, как бы, вы сами посмотрите, чуть зайдите, какие-то, ну, большие тексты, которые публикуют, например, New York Times, у них есть специальное оформление, вы щелкайте, здесь видео, здесь можно посмотреть интерактивную карту, здесь можно, там, перейти, не знаю, посмотреть какую-то backstory, касающуюся этого материала, то есть, это же давно работает, давно уже над этим трудятся маленькие зверятки. Проблема с читанием долгое текстов, мовно, первый час, так, классическая ситуация, это были люди, которые открывали себе закладок, много почитают, потом, почитают, потом, но это потом никогда не настаёт. Где бы вы с этой проблемой, скажем так, задаете себе радость, когда вы встигаете читать эти долгие тексты, и, что правильно их, на вашу думку, читать за один приём, ждать время, или можно это на 10 по 10 минут. Ну, это как раз то, о чем вы говорили, если текст достаточно увлекательный, ну, во-первых, могу читать на унитазе, во-вторых, в любое какое-то свободное время, если бы я мог, пока я еду там в метро, читать текст, ну, в смысле, если бы там был достаточно хороший интернет, что я загрузил текст, то я это делаю там в метро по дороге, как угодно. Я забыл вопрос. Не, ну да. Да, в общем, в этом, есть ещё такой момент, насчёт длинных текстов, тут же действительно, я просто недостаточно, недостаточно хорошо артикулировал, что я имел в виду, как доставил вам песню группы Геолл Сурвота, но там важно, что вы вовлекаете своего читателя, что вы всё время его чем-то удивляете, вы постоянно, ну, например, у меня есть один из любимых текстов, в Нью-Йоркере выходил про этого самого режиссёра Пола Хаггиса, Хаггиса, наверное, всё-таки, «Апостол» он назывался, это там Мартон, длиннющий текст, просто огромный, огромный текст, невероятно большой. Значит, Пол Хаггис был раньше этим саентологом, потом ушёл из саентологии, и, в общем, это длинный текст о его вот этом пути, и сначала я вот как-то пробивался через текст, а потом, реально, мне не хотелось, чтобы он когда-нибудь заканчивался. То есть я его читал, читал, думаю, боже, что бы это никогда не закончилось. Ну, в смысле, это тоже мастерство журналиста, это очень большое, кстати, мастерство редактора, разумеется, но вот такие тексты тоже есть, если они появляются, я обязательно их читаю. Мене я питаюсь, как вы задали, о том, что в Нью-Йорке, вы знаете, там был один период, 90-ти роки, когда мы тут сильно шарахались, да, от аудитории до аудитории, от концепции до концепции, пока не пройшёл Дэвид Ренни, и снова всё поставил на место. В этом интервью Ренни поясню, я ему удалось таки врятувати журнал от обсинья, да, и не вбить его в комерсийном сенсе. Да, это вопрос, повернение до традиций, читания американских поколений, да, потому что там было, что это в 40-е годы читали, я помню, слово там, в дизуце, на столику Нью-Йорке, где было множественное читание, и так далее. И в Польши есть идентичная ситуация, которую мы пытались в газете выборщи, да, яка стерея подения по паперу, да, по аудитории, по порогу, они говорили, приблизно 130 тысяч, а звідки цей Тараш каже, а це обрахунок, там, ще на 20 років наперед, ті, хто будут ще жити, а їхній бабусі, починали читати газету выборщу, тому що, и так далее, и так далее. Ну, как раз традиции приезжают. Да, а питание у меня, до чего это все раз повторяю, а взагалі, что-то и идентичное, возможно, как в Украине, какие журналы, которые выходят, да, чи, можливо, якого типу журнал міг би стати тим, чим для Америки став і є Нью-Йоркер, а скажімо, для Польши газета выборща зі всіма тими додатками, які вони роблять. От питання, чи українське суспільство, а аудиторія паперова, читатська, чим у нас дат на таких чинистів, с точки зрения вашої воглоби і досвідно вашого діоруи? Мне кажется, ну, це сложно, тому що, дійсно, у нас не було таких традицій, или, вернее, були традиції чтення пресси, але це була коммуністическая пресса, котрій ніхто не доверял. У мене є пример, ну, доволіно, ну, як би, пример, наприклад журналу «Корреспондент», да, вот, що інтересно, то, що делает Виталик Сыч, да, вот тот формат, який вони нашли, і зараз вони роботи це з новим временем, я, ну, не в смысле, я не поклонник того, ну, никак не поклонник, ну, в смысле, це не зовсім мій журнал, да, но я вижу довольно быстро растущую аудиторию, я вижу, що це дуже востребовано, то есть, він знаходить какую-то таку інтонацию, з яким він розмовляється з читателем, що читатель продолжає це покупати, тому що, наприклад, да, з «Корреспондентом», у мене було все отлично, там, і з підпискою, ну, до того момента, поки я їх не купив, «Курченко», все у них було вообще замечательно, вот, например, человек, да, который умеет находить такую інтонацию, который умеет находить такой формат, мне кажется, що в каких-то иногда случаях він, как бы, рассказыває то, що аудиторія хочеють услышати, да, але це теж не проблема, і, можливо, може бути, якраз, такий общественно-политичний еженедельник вроде «Нового времени» сейчас, може стати такой газетой выборчей, да, ну, я не могу ручатся, ну, мне кажется, главная проблема, що у нас никогда не було этих традицій, ну, вот, посмотрим, посмотрим, удачи, Віталику, я думаю, все будет хорошо. Яким чином абстрагуватися від особистой неприязній до людини і бути объективным журналістом? Ви всегда пытаетесь найти в своем герое что-то хорошее. Варине Олегровой, Надежде Бабкиной, в... Короче, я, кстати, с Кобзоном общался однажды, не представляете. Я, кстати, у меня есть такая история, что однажды мне приснился Кобзон в своем этом парике только розового цвета. И я впервые в жизни, вообще единственный раз в жизни я проснулся от смеха. То есть я так снялся, что я проснулся, не знаю, почему-то смешно мне было в тот момент, но вот я проснулся от смеха. Да, вы всегда пытаетесь найти в своем герое что-то хорошее. Да, ну и плюс я думаю, что, ну, например, если уж совсем вам, не знаю, вашим моральным и религиозным убеждениям противоречит общение с этим человеком, то, наверное, вы скажите об этом редактору, и он найдет кого-то другого. А что хорошего вы значит в АЛЭТРОВИТ? А вы знаете, что я вам скажу? Я понял такую вещь, что, когда вы общаетесь с вот этими эстрадными артистами, которые стали популярны еще во время САВКА, что у них все-таки что-то было. Ну, в смысле, они все-таки в чем-то талантливы. То есть, это не просто, ну, это не продюсерские проекты, да, то есть, вам может быть совершенно чуждая эта эстетика, вы никогда в жизни не станете слушать эту музыку или никогда не признаетесь, чтобы это слушать. Но они что-то такое умели, то есть, они не просто так получали своих, там, заслуженных инородных артисток, да, то есть, все-таки какой-то талант, ну, то есть, талант там был, Там было что-то такое, что привлекало Вот что я хорошее нашел Это как в интернет-жар, что мама Кернеса тоже за что-то любила, правда? Опять же С Кернесом была такая история Мы отправляли туда журналиста, чтобы он провел с ним три дня Журналист провел три дня с Кернесом Это еще до всего было Это покорание было, да? Нет, а у них какие-то были хорошие отношения Так, чтобы вы понимали Нам этот журналист прислал какой-то удивительно комплементарный текст Ну, то есть это журналист-расследователь Он никогда такого не делал Он настолько попал под дьявольское обаяние Кернеса Что у нас был, значит, эффективный менеджер Замечательный городской голова, которого любят горожане Мы охренели, этот текст никуда, конечно, не пошел Но вот дьявольское обаяние Христина Михайлюк, у меня есть такие вопросы Если я не помняюсь, в новом журналисте Будут такие образы творческие в том жанре Когда материалы разделялись на несколько номеров газет Он был настолько долгий, но он был захотливый И я так понимаю, читатели повернулись Чи за цими текстами long-form? Чи можно ли таке? Чи люди, ну, читатели повернулись до материала Когда было написано в одном номере Продолжение будет в следующем и так далее Я в такие формы не верю Я не верю, что уже некий один текст стоит делить на куски Я верю, что можно писать некое продолжение темы То есть вы на эту тему что-то еще пишете Еще какой-то материал создаете Но продолжение следует Я лично не верю в это И как редактор негативно к этому отношусь Помните, как вам вызвать, когда я перейду с книгом «Стрелок»? Хорошо? Я, кстати, не смотрел Вы не смотрели? Нет Это там, где он что делает? Да Это не главное Нет, я много о чем не смотрел Я, кстати, как раз с началом А, там где он про Лепушкина Про кого-то, я же не помню Что он говорил? Про вторую роль в войну Нет, я честно скажу Когда начались все эти вот события Я сознательно стал себя ограждать от информации И перестал смотреть видео Я смотрел, я читал тексты там по диагонали Я не смотрел про головешки Вот это все много смело Я не знаю, понятия не имею, что это Ну, хорошо, ну, царев и «Стрелок» Ну, хорошо, другая часть Нет, говори на связи вопрос Нет, это все еще часть одной маленькой провокации Когда «Стрелок» у меня не помню, я не помню про эту разговор с тем Они говорили про «Стрелок» и «Стрелок» показал, собственно, «Стрелок» Вот Насколько, в результате, что «Стрелок» понятно Как классный чувак и замечательный журналист Насколько это вообще Даже в разговоре с человеком, который чрезвычайно отладкий, критивный И вообще нещет просто перед правду Насколько это допустимо? Это недопустимо Это не журналистика Это ниже Плинтуса Это, скажем так, такой популистский ход Это как раз вы даете своей аудитории то, чего она хочет Понятно, что в этот момент Ну, то есть мы все ненавидим Царева, да? Мы все оживаем ему мучительной смерти Но если вы журналист, вы над схваткой в любом случае То есть тут нужно Опять же, дело в том, что громадское ТВ, да? Оно во многом собрало гражданских активистов То есть там собралось очень много звезд с разных канавов Которые по разным причинам ушли с этих канавов Они делают, конечно, замечательное дело Но это не журналист... Ну, в некоторых случаях, я говорю Или, по крайней мере, в случае, который описываете вы Да, это не журналистика, это, ну, это неэтично И, ну, это прибавило, наверняка, баллов самому Скрипину То есть добавило его поклонников Это его собственное решение, опять же, его дело Но мне кажется, что это непрофессионально и неэтично У меня вопрос Какие пять книг сделали на вас наиболее впечатление и в тот же время Соприяли вашему развитию как журналисту? Я страшно люблю Селинджера Страшно люблю Селинджера Так как он немного писал, то очень сложно все прочитать Я люблю 9 рассказов, всю эту историю На меня очень сильно повлиял Селинджер Я знаю людей, которые говорят, что вот он как Хантер Томпсон Вообще-то он корежит ваши мозги и так далее Если вы думаете, что вы Селинджер Ну, я не думаю, что Селинджер будет близко Не, не, я не к тому У меня просто такое еще дело, что я, ну, скажем Какое-то время назад я приезжал к родителям И увидел у себя, значит, в своей комнате старой На книжной полке книги, которые я читал лет в 13 И я вот реально поразился тому, что я это мог понимать То есть я тогда, как бы, в то время был модным журналом И я, значит, с увлечением читал их книжные рецензии И все это покупал То есть там был Инн Бэнкс Какой-нибудь Павел Крусанов Там было много Бироуза зачем-то, да Там Ирвин Уэллс Ну, то есть вся вот эта наркоманская Бандитская эстетика Там, например, был Роберт Пирсик Дзен и искусство ухода за мотоциклом Я думал, господи боже, что я мог в 13 лет понять вот из этой книги Я не знаю, как-то на меня это повлияло или нет Но вот что-то такое читал Сейчас дочитываю щитла Донны Тарута А вы начали, ну, то есть вы сейчас молодые, на самом деле Не-не-не, это все эти эпосакции Я в курсе, я дивился в джерелах, сколько вам лет А когда вы стали главным редактором ВСКВАРа, вы еще были ответы на сколько? Три-четыре года? Ну так, три года Мы знаем, например, случаи Тамары Вабаковой, которая стала главным редактором, дай бог памяти, 21 или как-то Да-да-да, вот и кинь Ну, по-перше, как вы почували себя, керующей людьми, старше за себя, возможно, в разы с большим журналистским досвидом И, по-друге, в принципе, редактор мает зритель, да? Чи это что-то, что дается от бога, можно прийти из улицы и сразу стать главным редактором И сразу бачить в текстах, что так, что не так? Нет, разумеется, зреть, все это нужно, опыт и так далее и тому подобное Там штука в том, что я начал работать по специальности в 19 лет И мне нет ни одного объяснения, почему Я из города Днепропетровска И там была большая газета, которая называлась «Бизнес-время» Такая вот, я не знаю про что Багадёв, сейчас ты наше спорта Да-да-да, много частей А, понятно, да-да-да И там был еще культурный блог, который Как бы, ну, как это сказать Логичным образом назывался «Зеро» Именно «Зеро» не «Зеро», а «Зеро» Вот, и в какой-то момент Главный редактор, которого я не видел никогда Пригласил меня, значит, к себе И сказал, что хочет, чтобы я был редактором этой большой газеты «Общество и культуры» И хочет подписать со мной контракт на три года Я, разумеется, никакой контракт не подписывал Я был редактором «Общество и культуры» И это был суперполезный опыт Газету в итоге купила, кстати, тогда ОМХ Им нужна была только рекламное приложение, которое называлось «Бесплатно всегда» Вы должны меня понять, чёрт, наконец-то я встретил родственную душу Вот, и они закрыли всю газету, оставили только «Бесплатно всегда» К чему я говорю? Я рано начал этим заниматься Я не скажу, что у меня Вот в тот момент, когда я начинал работать над Esquire Что я точно знал, что я буду делать Но тот момент в том, что никто на рынке этого Никто на рынке, не было ни одного человека Который точно знал, что делать Потому что ничего подобного Esquire Никогда не запускалось Ни по амбициям, ну, ничего такого не было Поэтому в каком-то смысле, конечно Я был готов к тому, чтобы этим заниматься С другой стороны, понятно, что мы делали много ошибок Мы нащупывали формат походу И да, момент, именно когда мы наконец-то поняли В чём наша миссия, для чего мы существуем И наконец-то мы более-менее, ну, я, например, да Ставь более-менее довольны тем, что у нас выходит в журнале Именно в этот момент мы и закрылись Это очень хороший урок, который нам преподносит жизнь Вы знаете, я честно не знаю Я, мне кажется, что, в принципе, для того, чтобы понимать язык Да, ну, в смысле, вот понимать Ну, нужно читать литературу Но я вот, у меня нет такого, что я читаю для чего-то Ну, я просто получаю удовольствие, да Меня это захватывает, мне это интересно Я получаю удовольствие, я это читаю Наверное, ну, я так думаю Я не уверен, что это правда Что чтение хорошей литературы помогает понимать язык Да, расширяет, не знаю, словарный запас Кругозор, что угодно Ну, специально, ну, то есть, в любом случае Вам должно быть интересна эта литература В принципе, я думаю, что можно читать и какую-то билетристику И тоже расширять свой словарный запас И в этом нет никакой проблемы Главное, что вам это в радость Друзья, есть еще вопросы? Можно, но не про Керниза Все про Керниза интересно, почему? Я хотела спросить, как вы лично пережили то, что закрыли сквайл Может, у вас была депрессия, у вас были попарки и всякие такие А, сейчас расскажу Ну, во-первых, я узнал раньше всех Вообще, всех Ну, в смысле, мы долго знали, что что-то такое происходит Мы понимали, что, видимо, это уже конец В момент, когда наш издатель в августе сказал, что он уезжает жить в Казахстан Мы подумали, хм Но, вот о том, что мы конкретно закрываемся, закрываемся Да, я узнал, условно, в среду А official announcement должен был быть в понедельник Ну, мне было очень плохо Сначала я еще не имел права говорить это редакции Мне было как раз плохо от того, что я вижу этих людей И понимаю, что все это финал Что, типа, все на этом заканчивается И я, конечно, не выдержал, четверг им рассказал В воскресенье В воскресенье мы страшно нажрались В субботу я слил эту информацию Виталику Сычеву в новом времени В воскресенье вышла эта новость До official announcement Это был такой, типа, эксклюзив о том, что сам он закрывается Ну, у нас было много таких этапов похорон Девять дней, сорок дней Вот это все Много раз мы провожали Я говорю, что окончательно Я для себя это отпустил в тот момент, когда стало понятно Ну, стало понятно, что украинского эсквайера больше не будет У меня реально по-настоящему отлегло от сердца И это то, что называется Ну, вот и все, я невидимо и свободно Ну, прям депрессии не было Я, конечно же, расстраивался Но... It happens Когда-то в «Радянскому Союзе» был такой жанр Оптимистичная трагедия Это сейчас так звучало? Ну нет, мы рады были Мы же еще ушли на пике Это была удивительная штука, да? Когда одновременно с Ярошем С этим невероятным каким-то ажиотажем Когда нам звонят люди Пишут, я не знаю, что угодно Мы передаем эти журналы в Пески И там же эта история с этим инстаграмом Яроша И люди, значит, в Песках Там под обстрелами Вот эти мужчины Камуфляжи такие большие Фотографируют селфи, закрыв свои лица Значит, номером эсквайера с Ярошем Совершенно невероятное что-то Вот, поэтому, с одной стороны Это была такая очень красивая история, да? И там 33 номера для верующих Вот, ну, в общем-то Ну, все проходит, да? И это нормально, да? У нас последний номер такой Там много всякой печали, легких вздохов Вот, ну, черт возьми, жизнь продолжается И это, наверное, даже и хорошо, что это закончилось Вот Это был Алексей Тарасов Да, спасибо большое, спасибо